Эффективность, измеримость и возврат инвестиций. Сейчас поговорим о перформанс-маркетинге. И у нас в студии Яков Писахзон, директор по развитию продуктов в коммерческом департаменте ВК. Яков, здравствуйте. Приветствую. Какие тренды в перформанс-маркетинге вы сейчас можете отметить? Действительно, перформанс сейчас достаточно большой, и перформанс сам по себе достаточно большой тренд. Мы видим рост перформанса еще с прошлого года, потому что понятно, что пандемия внесла свои корректировки, и первым делом, что хочется, это получать рекламу за результат. Но даже несмотря на столь высокий рост перформанс-бюджета в прошлом году, и в этом году мы видим продолжающий рост, например, за второй квартал этого года мы видим рост по ВК и по MyTarget 69% год-года именно по перформансу. При этом, если посмотреть какие-то отдельные индустрии, то можно увидеть, что, например, финансы выросли аж на 100%, e-commerce вырос на 40%, авто вырос еще на 40% и многие-многие другие. Если выделять именно тренды, то здесь можно выделить следующие тренды. Во-первых, это изменение паттерна поведения пользователя с точки зрения поиска. Если раньше мы все искали в поисковиках, сразу шли в Яндекс и в Google, то сейчас этот паттерн поведения немного изменился. Сейчас, если мы хотим что-то найти, мы уже чаще идем в социальные сети, в маркетплейсы и многое-многое другое. Например, если мы хотим купить квартиру или арендовать квартиру, мы идем на Юла недвижимость, на ЦИАН и так далее. Или если мы хотим получить какой-то совет, например, мы идем в социальные сети, ищем какие-то материалы, кто уже с этим сталкивался, какие-то видеоуроки. И, в большом счете, этим можно пользоваться. Этот тренд пришел к нам из США, где сейчас Amazon – это номер 3 среди всех рекламных площадок. На первом месте Google, на втором Facebook, на третьем – Amazon. Потому что пользователи сейчас кофемашины уже не ищут в Google, они ищут ее сразу в Амазоне, ну, потому что это Classified. Мы на наших площадках видим похожий тренд по социальным сетям, про Classified, по e-commerce и так далее. Таким образом, у нас появился контекстный таргетинг, где ты можешь использовать эти поисковые запросы. Поэтому первый тренд – это изменение поиска и переход части поиска в Classified и в социальные сети. Второй, на самом деле, важный тренд – это e-commerce. E-commerce сейчас тренд номер один. И мы видим, вот, например, по этой конференции, какое большое количество секций про e-commerce, как часто эта тема всплывает. И действительно, мы со своей стороны тоже видим, что, опять же, несмотря на то, что в прошлом году e-commerce вырос достаточно сильно с точки зрения рекламных бюджетов, то во втором квартале, например, этого года мы видим все равно рост 42% с точки зрения e-commerce. При этом этот рост связан не только с крупными маркетплейсами, которые активно инвестируют в свои рекламные кампании, но и, на самом деле, с многими другими участниками этого рынка. Это и гроссари, и техника, и одежда, и многое другое. И появилось огромное количество маленьких e-commerce, маленьких, соответственно, магазинчиков. То есть с прошлого года огромное количество малого и среднего бизнеса перешло, соответственно, в интернет, начали активно продвигаться и в социальные сети. И третий достаточно большой и важный тренд, который сохраняется уже достаточно давно, это продвижение мобильных приложений. Вот, опять же, как бы если брать тот же e-commerce и, например, посмотреть на маркетплейс, то мы видим, что маркетплейсы тратят примерно 90% своего бюджета именно на продвижение мобильных приложений. Этим они, на самом деле, отличаются от всех остальных e-commerce. А какие есть препятствия, какие-то, может быть, сложности в развитии этого направления? Две таких проблемы, которые можно обозначить. Первая — это то, что начал Apple вместе с тем, когда он, соответственно, скрыл IDFA, появился SCAT, да, и, соответственно, стало сложнее работать с атрибуцией, площадкам сложнее, соответственно, трекать все вот ивенты, которые происходят. И, по большому счету, этот тренд набирает обороты, и мы, рынок предполагает, что этот момент будет продолжаться, и другие операционные системы, да, и другие, соответственно, владельцы, там, мобильных телефонов, операционных систем и так далее будут зажимать и зажимать, соответственно, рекламные идентификаторы в пользу приватности, и это, соответственно, будет достаточно таким серьезным вызовом для рекламной отрасли. И, по большому счету, тот, у кого будет свой собственный идентификатор, а мы активно развиваем свой VKID, да, соответственно, тот сможет оставить свое место на рынке и, возможно, даже приумножить. Второй такой достаточно интересный момент — это в том, что что мы слышим от рынка? Мы слышим от рынка то, что рынок хочет кросс-канальные атрибуции. То есть когда ты размещаешься по всем каналам, да, и, соответственно, хочешь получать общую атрибуцию, этот вопрос, к сожалению, пока не решен, потому что каждая площадка развивает свою атрибуцию, работает со своими данными, и, соответственно, естественно, в эпоху приватности как бы делиться с этим все становится все сложнее и сложнее и сложнее. Вот многие на рынке считают, что теперь любая маркетинговая активность должна перформить. В связи с этим вопрос такой — нужно ли сегодня разделять понятие перформанс и имиджевая реклама? Действительно, таких мыслей стало много, особенно в пандемийную эпоху, потому что все стараются получать результат прямо здесь, сейчас. Но, конечно же, нельзя хранить имиджевую рекламу, потому что, по большому счету, это разные этапы воронки. То есть перформанс-часть — это дожимание пользователей, это конец воронки, имиджевая история — это начало воронки. Понятно, что, по большому счету, очень сильно зависит от бизнеса и от размера бизнеса. Понятно, что, когда мы говорим, например, про SMB, про средний и малый бизнес, там ни про какую имиджевую историю не идет речь. Практически весь SMB сфокусируем именно на перформансе, на «получить прямо здесь, сейчас». Но, когда мы говорим про крупные бренды, когда мы говорим про крупный бизнес, конечно же, имиджевая история не может быть забытой, ее, конечно же, нужно использовать. При этом мы видим, например, что имиджевая рекламная кампания влияет непосредственно именно на перформанс-метрики в том числе. То есть если мы берем, с одной стороны, какой-то неизвестный бренд или берем известный бренд, то, конечно, перформанс-показатели, конверсия у известного бренда будет выше. После того, как прошла какая-то крупная имиджевая рекламная кампания, мы видим рост и перформанс-метрик. Эти инструменты можно использовать в синергии. Например, у нас есть Digital Out of Home, ДОХ, да, ты можешь показать какую-то рекламу, да, соответственно, в офлайне на большой панели где-то в центре Москвы, собрать этот сегмент и дальше по этому сегменту сделать ретаргетинг, да, и перформансом пытаться охватить именно этих пользователей. Как вы думаете, насколько для перформанс-маркетинга подходят современные медиаплатформы? Тикток, Инстаграм? Я могу судить по нашим данным, по нашим инструментам, по клипам во Вконтакте. Я вижу, что этот инструмент отлично работает, потому что, по большому счету, этот переход, этот тренд зародился достаточно давно. Мы видим, например, что у нас уже достаточно большое количество перформанс-видео в ленте во Вконтакте. То есть, если раньше видео считалось по классике, что это только имиджевый инструмент и доступен только для крупных брендов, сейчас, если вы посмотрите, например, ленту в ВК и увидите какое-то рекламное видео, 50% того, что это будет перформанс-видео. То есть, перформанс-игроки научились пользоваться видео-инструментами, а если мы говорим про клипы во Вконтакте, это тоже история про видео, то есть, только более короткие видео. Поэтому мы видим, что перформанс-игроки пользуются этим инструментом, он классно работает, поэтому, конечно, их исключать нельзя. А в целом, как вы думаете, какое будущее ждет перформанс? Я думаю, что здесь есть несколько больших направлений, несколько вызовов. Во-первых, это, как я уже говорил, все, что связано с e-commerce. То есть, по большому счету, все перетекает туда, появляется большее количество маркетплейсов, они бьются друг с другом, они вкладывают огромные силы, появляется, в принципе, большее количество игроков. Мы в целом видим, что их становится все больше и больше. И вот инструменты работы с площадками, с маркетплейсами, когда ты с площадки, например, нагоняешь трафик на маркетплейсе, как-то работаешь в связке, в синергии, смотришь sales lift и многое-многое другое, вот это будущее. То есть, мы со своей стороны развиваем подобное партнерство, естественно, с Алиэкспрессом, потому что он входит в нашу СП. И понятно, что мы видим в этом будущее, и e-commerce, очевидно, будет развиваться. Второе важное направление, опять же, то, что я уже говорил немножечко про тренды, это поиск. То есть, если сейчас мы видим развитие товарно-поисковых запросов, то, что вот, опять же, перебрались поисковые запросы в социальные сети классифайды, есть следующий этап, это голосовой поиск. И понятно, что он тоже будет увеличиваться, понятно, что с ним когда-либо нужно будет работать. Каждая крупная экосистема развивает своего голосового помощника, и мы, соответственно, развиваем Марусю. И третий этап, это вот, опять же, про препятствия, про вызов, который я говорил, это история про индификаторы, история про куки, истории про приватность, история про то, как работать, соответственно, с атрибуцией и работать с тем, что ты знаешь о пользователе. Но, по большому счёту, перформанс, очевидно, будет расти, очевидно, будет развиваться, потому что в эпоху неопределённости, в эпоху некоторых экономических сложностей, очевидно, всё больше и больше бизнесов, во-первых, будет вкладывать деньги в перформанс, во-вторых, переходить в офлайн, Да, и там неизбежно сталкиваться именно с этим инструментом. Спасибо большое за интервью.